Поскольку традиционных блюд на Мальте не так много, это кролик, рыба, лампка и пастит. Я пробовала практически все, кроме рыбы, но еще очень большое влияние на мальчишку кухню, оказывается, соседняя Сицилия. Поэтому сегодня мы галываемся пастой, и у меня это тортеллиния с ветчиной, бекончиком, грибочком и сливочным соусом. Это просто идеальная няшка. Я уже пробовала и подсела просто на него. Офигенно это было. Советую попробовать. Находимся мы, кстати, в ресторане под названием Аминю. Он работает с 1987 года, находится недалеко от башни от Милтона. Его, кстати, TripAdvisor очень советую. Поэтому заходите сюда. Порция огромная, это у меня, считается, маленькая порция, в которой вообще сложно осеять. Не знаю, кто ест большие. Порция офигенная, и все вкусно у нас. Чай! Офигенная, и все вкусно у нас. Я не знаю, кто-то так что-то понимает. Не знаю, кто-то это. Не знаю, кто-то так что-то пойет. Мы сейчас идем с девочками из нашего курорта Сент-Джулианс прогуляться пешком до Слимы Здесь, наверное, идти, ну, может быть, минут 20-30 Не знаю, там будет шопинг Хотим посмотреть, что там, потому что это самый-самый такой респектабельный курорт Я уже говорила Сейчас любуемся видами с набережной Рожей, рожей, рожей Рожей, рожей 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Пути здесь прогуливаются по набережной, все расслабленные. В принципе, довольно приятное место. Советую здесь прогуляться. Красота, как всегда. Теперь мы идем в торговый центр, The Point, который находится в Слиме как раз, напротив того прекраснейшего вида. Но тут не видно, но он был в предыдущих кадрах. Опять же, я читала, что на Мальте нет шопинга. Ну, сейчас посмотрим. Говорят, что это один из самых крупных торговых центров здесь. Посмотрим, пробежимся по ассортименту. Сегодня наш последний день. Мы уже улетаем. Остали считанные часы до вылета. Зашли в супермаркет. Естественно, уже понимаешь с годами путешествий, что лучше сувениры это какая-нибудь традиционная еда. Здесь вообще прикольный супермаркет в Хилтоне. Башня называется Аркадия. Самый крупный здесь. Я уже набрала местное вино, местный сыр, тортеллини. В общем, все. Я надеюсь, видео покажу, все попробую. Здесь куча всяких мешчаков. У меня просто глаза разбегаются. И да, осталось найти пасту и что-нибудь сладенькое. Целый отдел всяких штучек для украшений. Видишь тут какие-то посыпки тортика. Маршмеллоу, кофейные бобы. Насколько у людей все продумано. Вообще, как хочешь, украшай просто какие-то крутые штучки. А вот это, кстати, может даже пригодиться. Можно даже взять попробовать. Здесь, кстати, можно взять устриц свежих. Стоит 8 евро 75 центов за килограмм. Свежайшая рыба. Вообще, можно взять с собой прям отельчик. Покушать устриц. Но, к сожалению, в этот раз я уже не успела.